Владислав Тернавский, 3-й, Илья Цымбаларь, 4-й, Сергей Родионов, у него 5-й номер, Юрий Никифоров, 6-й, Виктор Анопко, капитан команды, 7-й, Валерий Карпин, 8-й, Андрей Пятницкий, 9-й, 10-й, Игорь Ильяков и 11-й, Владимир Бесчастов, тренируют команду Олег Романцев. И судьи, судья в поле, Геннадий Куличенко в тула, судьи на линии, посмотрим, Владимир Бесчастов выходит, может быть сейчас зря Володя делал передачу на своего партнера. Это инспектор матча Эдуард Исакович Шкловский. Можно наносить удар, хороший такой плотный удар, поворот выглядел, правда встреча завершилась в ничью, она проходила буквально под занавес чемпионата, и очки были нужны Камышанам не меньше, чем московскому Спартаку. В общем-то, как мне удалось поговорить с Сергеем Павлом, он остался доволен, как одним результатом, так и другим. Хорошо сейчас Геннадий Ростович вовремя покинул свои ворота, а к мячу рвался Владимир Филиппов. Шесть футболистов в штрафной площадке текстильщика московского Спартака, была передача адресована на Виктора Анопка, но сразу два защитника атаковали капитана. Амис Мамедов, ох, как остроумно сейчас оставлял эту передачу Андрей Пятницкий, в мгновение поэтому не было свистка арбитра. Пятницкий и Ледяхов разыграли несложную комбинацию, удар поворотом, и счет становится 1-0, и вновь, как в матче с московским локомотивом, отличился Владимир Бесчастных. Итак, 23-я минута встречи Спартак-текстильщик, и счет в матче 3-го круга чемпионата России открыт. Москвичи дружно поздравляют Владимира Бесчастных. Хороший мяч! Ну и нужно сказать, что прекрасно сыграл Пятницкий, обыграв на пятачке, и выдал отменный пас. Владимир был на месте, прикрыв ближнюю штангу, в общем-то трудно винить здесь. Есть несколько включений в атаку, но, к сожалению, никак не нужно сделать поправку на то, чтобы Карпин, Родионов, долг. Но, как говорится, мячу было некуда деваться в такой ситуации, и все-таки вратарь чиркнул этот мяч. Ну а мы поздравляем Сергея Родионова с забитым мячом во встрече с Камышинским текстильщиком. Таким образом, счет становится 2-0, и травму получил Валерий Карпин. Долго был забит с помощью и только самоотверженной игрой Карпин. Но это он вырвал мяч, казалось бы, уже на ноге у защитников. Остроумно пропустил бесчастных, вот о чем мы говорили. Действует уже домашняя загадка. В большой половине поля это уже бдительность вратаря. К сожалению, нельзя, нельзя чрезвычайно разминаться ему, и, в общем-то, не прибегает пока к этому способу. Но будем надеяться, что текстильщик бесчастных сейчас пытался обыграть соперника. Карпин легко уходит в штрафной площадке, можно сделать передачу. Раз, поднял голову, посмотрел, решил пробросить еще дальше мяч себе на ход. Атаковать игрока с мячом, раскроется. Хороший пас. Ох, как сейчас в стиле Ромарио пытался сыграть Андрей Пятницкий. И увидел, что Александр Филимонов чуть вышел из ворот. Прекрасную получил передачу и так мягко пытался перебросить вратаря. Хороший пас, хороший рывок, отличное взаимодействие. Посмотрите. Видно было, что Андрей видел, что мяч прошел выше ворот. Чувствуется, что это не просто так. Вот о чем мы говорили в самом начале. Не просто бегать, да. Спартак, в общем-то, построил атаки вот сейчас. Хорошая длинная стенка. Вынужден вернуться был назад Игорь Олезяков. И не зря он оттеснил корпусом совсем ненамного Сергея Волгина. Лучшего бомбардира в этом чемпионате гостей. Ну, в принципе, в обороне. И любому из нападающих, будь то и забивающий даже Волгин, но очень тяжело противоборствовать затяжной рейс. Рейс Сын-Даларя был прерван недозволенным приемом. И словно будет показана желтая карточка. Вполне справедливо. Да, Геннадий Куличенко врач команды и массажист. Но все, кажется, обошлось и на этот раз. Да, первые номера в нашей России, конечно же, это игроки. Ну, можно смело говорить. Практически вся команда московского Спартака. Валерий Карпин выходит в штрафную. Себе под удар. Еще один удар. И мяч оказывается в сетке. Зацепив ногами мяч, Александр Филимонов все-таки не выручил свою команду. Потому что набежавший с другого фланга игрок московского Спартака... Технический Цимбаларь направил мяч в ворот. Вот это знаменитая атака схода спартаковцев. Посмотрите, разорвали оборону. Карпин очень здорово. Вообще, откровенно говоря, он бил по воротам. Посмотрите, как аккуратненько подставил ногу Цимбаларь и направил мяч в ворот. Да, конечно же, восьмой номер спартаковцев наносил удар по воротам. И вот сейчас с этой точки будет совершенно четко видно. Валерий Почувствовал, что он находится один. Посмотрите, поднял голову, посмотрел. В дальний угол заворачивал этот мяч. Но выручил на вес в штрафную площадь, где, в общем-то, без труда защитники Спартака или полузащитники. И вот очередная атака Спартака. Как бы пружина разжимается. Посмотрите, сколько спартаковцев уже на половине поля противника. Есть ход. Ледяков остановил этот мяч. Стал себе в штрафную. Не стал он трогать этот мяч. Пытался чисто подставить в корпус сопернику уйти. Было падение. А свистка не было. И встреча продолжается. Вот только что спартаковцы, кажется, всей командой атаковали. А сейчас, посмотрите, уже всей командой на своей половине поля. Да, Спартак, безусловно, в атаку, это его пока слабое место. Коэффициент полезного действия. То есть есть у него огромное желание и скорость есть. А вот КПД немножечко не хватает. А сейчас, посмотрите, как хорошо по центру выводится. Владимир Бесчастный. Надо убегать. Под левую ногу удар. Поворотом не совсем получился удар. Кодионов и Писарев еще, в общем-то, должны доказывать свое место в основном поставить. И то, что Сергей оказал конкуренцию Писареву, это говорит о том, что в общем-то... Я извиняюсь, Георгий, что я у вас... И однократный чемпион Испании, и неоднократный обладатель Кубка. Извините, посмотрим за этой атакой. Владимир Бесчастный. Между ног направлял этот мяч, и он прошел у него. Получился этот удар, но вот ворота, к сожалению... Видно всегда впустую. Текстичек в полном составе. Валерий Карпин смещается в центр. Видит, что партнеры прикрыты. Как хорошо. Питаре. Волк. Георгий, вы правы. Счет становится 4-0. 15-й номер московского «Спартака» доводит до разгрома 4-0. И вот как бы вдохнуть Николая, уверенность в него. Посмотрите, вся команда, казалось бы, игра сделана. Это очень приятно. Вся команда подошла и поздравила его с первым забитым мячом. А сделал он все отменно. И в который раз «Спартаковцы» уже пропускают этот мяч, тем самым выводя своего товарища на ударную позицию. Возвелся с 13-м номером текстильщика «Смайком». Ну вот редкие, пожалуй, моменты в этом матче, когда Владимир Бесчастных отошел на свою половину поля. Вот сейчас он недалеко от мяча. Очевидно, это правильно, потому что форвард должен сохранять силы на последний рывок, на последний отключить. Вот удар по воротам, и вот все-таки в какой-то степени Георгий был прав и я. Смогли его. Особно играть, но играют Мамедов и Тернавский. И нужно этим защитникам сейчас доказывать свое место. В основном за завоевывать. Прекрасно сыграл. Оставил мяч Сымбаларю Бесчастных. И счет становится 5-1. Вот так спартаковцы отмечали удар на удар. Удар на удар. Прошел мимо. Посмотрите, как оставил мяч. И Сымбаларь, в общем-то, бил в ближний угол. Если бы он попал в створ ворот, фратарь ничего. Поэтому не было свистка арбитра. Пятницкий и Ледяхов разыграли несложную комбинацию. Удар по воротам. И счет становится 1-0. И вновь, как в матче с московским локомотивом, отличился Владимир Бесчастных. Итак, 23-я минута встречи. Спартак-Текстильщик. И счет в матче 3-го круга чемпионата России открыт. Носквичи дружно поздравляют Владимира Бесчастных. Хороший мяч. Ну и нужно сказать, что прекрасно сыграл Пятницкий. Обыграв на пятачке, выдал отменный пас. Владимир был на месте, прикрыв ближнюю штангу. В общем-то, трудно видеть. Несколько включений в атаку, но, к сожалению, никак не может сделать поправку на то, чтобы Карпин, Родионов, долг. Но, как говорится, мячу было некуда деваться в такой ситуации. И все-таки вратарь чиркнул этот мяч. Ну, а мы поздравляем Сергея Родионова с добитым мячом во встрече с Камышинским текстильщиком. Таким образом, счет становится 2-0 и травму получил Валерий Карпин. Игол-то был задействован. С помощью и только самоотверженной игрой Карпин. Это он вырвал мяч, казалось бы, уже на ноге у защитников. Остроумно пропустил Бесчастных. Вот о чем мы говорили. Как бы отдавая... Действует уже домашний. Врач команды и массажист, но... Все, кажется, обошлось и на этот раз. Да, первые номера в нашей России, конечно же, это игроки. Ну, можно смело говорить, практически вся команда московского Спартака. Валерий Карпин выходит в штрафную. Себе под удар. Еще один удар. И мяч оказывается в сетке. Зацепив ногами мяч, Александр Филимонов все-таки не выручил свою команду, потому что набежавший с другого фланга игрок московского Спартака... Техничный Цимбаларь направил мяч. Да. Вот это знаменитая атака схода спартаковцев. Посмотрите, разорвали оборону. Карпин очень здорово. Вообще, откровенно говоря, он бил поворотом. Посмотрите, как аккуратненько подставил ногу Цимбаларь и направил мяч в рот. Да, конечно же, восьмой номер спартаковцев наносил удар поворотом. И вот сейчас с этой точки будет совершенно четко видно. Валерий почувствовал, что он находится одним. Посмотрите, поднял голову, посмотрел. В дальний угол заворачивал этот мяч, но выручил. Текстильщик в полном составе. Валерий Карпин смещается в центр. Видит, что партнеры прикрыты. Как хорошо. Георгий, вы правы. Счет становится 4-0. 15-й номер московского спартака доводит до разгрома 4-0. И вот как бы вдохнуть Николая, уверенность в него. Посмотрите, вся команда, казалось бы, игра сделана. Это очень приятно. Вся команда подошла и поздравила его с первым забитым мячом. А сделал он все отменно. И в который раз спартаковцы уже пропускают этот мяч, тем самым выводя своего товарища на ударный мяч. Но вот редкие, пожалуй, моменты в этом матче, когда Владимир Бесчастных отошел на свою половину поля. Вот сейчас он недалеко от мяча. Очевидно, это правильно, потому что форвард должен сохранять силы на последний рывок, на последний, заключить. Вот удар по воротам. И вот все-таки в какой-то степени Георгий был прав, и я. Смогли. Продолжение следует...